1 июня это не только Международный день защиты детей, но и старт летней оздоровительной кампании. Тверская область не исключение. У нас тоже открылись первые смены загородных лагерей. На отправке юных воспитанников в один из них побывала наша съемочная группа. Каждое лето, несколько раз в году, внутренний двор Тверского дворца детей и молодежи по утрам превращается в подобие автовокзала. Правда, абсолютное большинство пассажиров дети. Что и неудивительно, в загородные лагеря отправляется первая смена. Соответственно, все провожающие взрослые. Среди них и Елена Лапина, которая и сама когда-то ездила так отдыхать. Великолепное, но главное впечатление детства. Яркое лагерь, это люди, дети, друзья, отдых, знакомство. Очень была довольна и вот решила отправить ребенка. Дочь Елены, поддакнувшая маме про знакомство, уже была в лагере год назад. Тамошний отдых ей запомнился не только новыми друзьями, но и разнообразным досугом, организуя который вожатые порой демонстрировали забавный креатив. Концерты, рассказывали там стихи. Они нам, например, прятали что-то у нас такое веселое, а мы потом это бегали и искали. Например, как они в тот раз от нас полник спрятали хот-доги с соком. Мы их бегали, повсюду искали и даже аппетит пропал. Нашли в итоге? Да. Оля Столярова также отлично помнит, что она делала прошлым летом. Ей настолько понравилось в лагере, что уже в феврале начала упрашивать маму, отправить ее еще раз хотя бы на одну смену, ведь там столько творческих развлечений. Дети показывали разные свои таланты. К примеру, гимнастки показывали. Даже был мальчик, который за минуту собрал кубик-рубик. Все эти дети в рамках первой смены отправляются в загородный лагерь «Радуга». Его вожатые, одетые в форменные оранжевые и красные футболки, уже прошли необходимый инструктаж. Как, например, Карина Кузнецова, которой предстоит опекать самых маленьких шестой отряд. С утра нужно смотреть, чтобы они все проснулись, умылись. Девочек надо заплести, чтобы одевались по погоде, чтобы нигде не разбегались. Потому что они маленькие, им везде все интересно, народу будет очень много. То есть на нас лежит очень огромная ответственность. А Кристина Калинина подготовила целый арсенал занятий на открытом воздухе. Которую смело можно назвать нестареющей классикой. Те же самые догонялки, прятки возможны, но лучше все-таки предостеречься, потому что детей потом собрать будет сложно. Игры заводные по типу гуси-лебеди, которые играют дети. И много настольных игр. Первая смена «Радуги» получила название «Время героев». Однако руководство лагеря подчеркивает, вопреки стереотипу, герои – это не только люди в военной форме. Есть герои литературные, есть герои игр и всевозможные другие герои. То есть героем можно стать любому человеку. Даже можно стать героем дня, героем веселых стартов, героем какого-то конкурса. То есть человек может стать героем в любое время, если он этого захочет. И естественно, таким образом самоэлизоваться и самосовершенствоваться. Тем временем почти вся первая смена в сборе. Зам. директора лагеря, внешне и голосом похожий на Александра Адабашьяна, приступает к формированию отрядов, строя детей в колонны. Парами встаем в затылочек друг к другу, чтобы вас можно было сосчитать. Наконец, дети отправляются к автобусам в сопровождении родителей. Многие из которых собрали своим чадом полноценные туристические чемоданы, очевидно набив их нарядами на каждый день. Стартовую смену «Радуги» открыли в этом году около 200 воспитанников. Всего же в загородных лагерях по Тверю предстоящим летом отдохнут около 5000 детей.